Слава нашему Господу, дорогие друзья! По Его великой любви мы на этом месте, чтобы услышать, что нам сегодня скажет Господь для нашего назидания. Слово Божье нам открывает те великие тайны, глубины истины, вроде простое всё, но как оно мудро устроено, и за всем этом стоит наш Господь Иисус. По милости Божьей выслушаем ещё одно место Святого Писания, это Евангелие от Луки, 5 глава, 12 стиха и ниже. Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в проказе, и увидев Иисуса полниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простёр руку, прикоснулся к нему и сказал «Хочу очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел никому не рассказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение своё, как повелел Моисей во свидетельство им. «Но тем более распространялось молву о нём, и великое множество народа стекалось к нему слушать и исцеляться у него от болезней своих». До этого места. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Кто знает, что такое проказа? Лучше не знать, брат подсказывает. Да, действительно, лучше не знать. Этот человек, проказа – это результат проклятия. С чем оно связано? По какой причине? Господь говорил, много было прокажённых в Израиле и до него, и на сегодняшний день. Более всего на планете Земля прокажённых в Индии. Я не знаю, что за причины, или потому что они поклоняются разным животным, вместо Бога Всевышнего, или ещё какие-то причины. Ну, факт то, что на планете Земля самая поражённая этой болезнью страна – это Индия. Но, к сожалению, и у нас в Украине тоже хватает прокажённых, физически прокажённых. Я не говорю уже о прокажённых духовно. Этот человек был израильтянин. Кто он? По происхождению, в смысле, по образованию, или что, мы не знаем, не описано. Сказано, что пришёл, когда Господь совершал свой труд, проповедовал Слово Божье, исцелял больных. И этот человек слышал о нём. Ну, я как бывший военный медик знаю, когда люди попадают в больницу там или в госпиталь, они обычно ищут, ну, более такого опытного врача, более, как бы, квалифицированного, друг у друга спрашивают, интересуются, и тот, кто более опытный, к нему стараются попасть на приём, чтобы он более квалифицированно мог оказать помощь. Этот человек, возможно, много раз к кому-то пытался обращаться, но по закону Израилеву, прокажённые не имели права жить в стане. Они должны жить были где-то за станом. Это тяжёлая форма болезни, разные болезни, и поэтому они не имели права жить в стане. Единственное условие, если это прокажённый был от макушки до пят в проказе, он считался чистым, он имел право находиться в стане, но опять-таки воздерживался. Однако, однако, болезнь здесь болезнь, мучения, страдания. И когда он услышал, что там Господь Иисус, возможно, он искал Его, и он пришёл, и, как Слово Божье говорит, пал перед Ним на колени и говорит, Господи, если хочешь, можешь Меня очистить. Он не требовал, он просто просил. Он назвал Его Господи, хотя для многих это был просто хороший учитель, наставник там и всё такое. А этот назвал Его Господом. И какое было слово? Хочу очистить. По закону не имели права прикасаться к прокажённому никто, а Господь протянул руку, прикоснулся к нему. Хочу очистить. Слава Господу, друзья мои. Слово Божье говорит, что все согрешили. Все лишены славы Божьей. То есть, многие люди, а можно сказать и все, находятся под этой духовной проказой. И только Господь Иисус, Он простирает свои руки, и Он говорит, хочу очистить. Ну, что для этого надо? Я когда шёл сюда, там аж до поворота, где-то в 8-10 рядов народ. Вот, я думаю, неужели это в церковь? Неужели послушать Слово Божье хотят люди? Ох, как было бы это прекрасно! Сегодня на планете Земля началось пробуждение, слава Богу, но не везде. Хотелось бы, чтобы и у нас на Украине это было, чтобы мы не вот это количество небольшое, а чтобы практически и Николаев, и в других городах взыскали Господа, тогда бы и война эта быстро прекратилась. Потому что Господь хочет очистить, Господь хочет простить, освободить всех людей. Слава нашему Господу! Я расскажу одно маленькое свидетельство. Когда я был маленьким, то есть, я столкнулся с этой проказой. Когда я был маленьким, это начало 60-х годов было, было сильное гонение на верующих, мы жили на Кавказе, там немножко попроще было, чем здесь в Украине. И возможность собираться, родители мои были верующие, и особенно, когда были советские праздники, там 1 мая, 9 мая, ноябрьские праздники, народ выходил весь на демонстрацию, а верующим людям была возможность собраться, чтобы за ними никто не следил, чтобы не было потом штрафов, не было арестов и так далее. И мы с отцом постоянно, отец меня за руку вел, я еще был лет 6, мне было это начало 60-х годов, и шли мы, ну, народ, толпа идет, и мы вроде как с этой толпой идем, ну, там дальше народ пошел в одну сторону, мы в другую сторону. И я обратил внимание на одного человека, вся грудь в орденах, но он был в темных очках, лицо его было побито, как оспой, но я тогда не сильно понимал это дело, вот, и руки были перевязаны, и с палочкой он и шел. Я смотрю и спрашиваю отца, говорю, а что с этим дядей? Вокруг него такие же в орденах ветераны. Отец говорит, сынок, это проказа. Ну, я не понимал, что такое проказа. Прошло какое-то время, каждый год из года год, вот, дальше идем, смотрим, этот человек уже на костылях, одной ноги нету по колено. Я говорю, ну, я уже постарше был, я говорю, папа, а что с ним? Он говорит, сынок, это проказа. Это такая страшная болезнь, что у человека отпадают части. Прошло какое-то время, опять мы по праздникам стараемся идти, чтобы прославить Господа. Этого человека везут на коляске, ног нету, рук тоже, кистей нету. Что там с лицом, я не знаю. Я спрашиваю, папа, а что с ним? Отец говорит, сынок, это проказа. Ну, я начал немножко понимать, что это такое страшное. Потом проходит какое-то время, этого человека не стало. Ну, я думаю, может, умер, может, что. Прошло время. Я уехал из этого города, уже здесь жил, более десяти лет прошло. Пришлось мне посетить опять те места, где я родился, где жил. Но у меня постоянно, как бы, вот эта вот мысль, напоминание об этом человеке. Я уже ходил сюда в церковь с 85-го года, читал Слово Божье. И вот это вот, как читаю про эту проказу, я вспоминал того человека. Ну, каким я его последний раз видел. Без ног, руки покалеченные, лицо такое безображенное. И когда я оттуда уезжал, ну, прошло больше десяти лет. Я посетил, надо было уезжать. Еду и думаю, интересно, а что с тем человеком? Жив ли он? И вы знаете, проезжаем на троллейбусе, я смотрю, возле дороги обрубок, обрубок, без глаз, без ушей, без носа, без рук, без ног, просто обрубок. Его вынесли, сыновья здоровые, крепкие такие парни, вынесли, посадили возле дороги, обложили его, ну, такие муталки называются, наподобие подушек грязных. И каждый, кто проходит или проезжает, считает своим долгом, остановиться там, копеечку какую-то, кинуть копилочку ему как бы. Пользовался этот человек или нет? Вряд ли. И пользовались вот эти здоровые, крепкие сыновья его. И я так посмотрел, подходит один человек, сунул ему, я думал, он не живой, сунул ему в рот сигарету, подкурил, и он начал пыхтеть. Думаю, куда тебе еще курить? И я услышал тихий голос, вот точно так, грех уродует человека, делает его неспособным, хотя может внешне он и красивый и все, но в духовном смысле человек вот такой урод. Думаю, Господи, неужели он никогда не знал? Ему много раз говорили о Господе, но он в гордости своей не принял. И вот результат. Сейчас прошло уже 30 лет с тех пор, а я все время вспоминаю, все время вспоминаю. И сколько таковых? У нас в Украине под Киевом лепризорий для таких людей, под Москвой, есть в бывшем Союзе пять мест, где находятся такие люди. Они однажды туда заходят, в это место, которое колючей проволокой огорожено, и все, и оттуда не выходят, оттуда только на кладбище. Там и врачи, их ниже, там их и лечат. Я когда учился в военно-медицинском училище, нам показывали фильм про эти, ну, нас готовили на всякие должности, и показывали фильмы. И однажды показали фильм про вот этот репризорий, про этих больных. Страшно было смотреть, насколько изуродованные люди. И сами же врачи, без рук бывает, без глаза, там без уха, но они врачи, они специалисты. Они заболели этой болезнью, почему, не знаю. И они там лечат, стараются лечить этих людей, как могут, помогают. Но выхода нету для них. Но выход есть для нас, друзья мои. Там, где Иисус, там радостью все дышит. Там, где Иисус, Он хочет сказать или говорит, я хочу исцелиться, исцелить. Но для этого надо желание прийти к Нему. Сегодня много людей, много. Я вот спросил, кто это за люди. Я думал, они в церковь, чтобы услышать Слово Божие. Они по другому причине. Пришли, получили свое и ушли. Но мы блажены, друзья, что мы здесь, на этом месте. Слушаем Слово Господне, Которое исцеляет, Которое укрепляет, Которое помогает. Слава Господу! По закону Израилеву, Господь сказал, иди покажись священнику. Человек, который должен был, исцеленный человек, конечно, показаться священнику, это целая процедура была. Почитайте, у кого есть Библия дома, Левит, книга Левит, 13-14 глава. Там все описано об этой проказе. И когда человек исцелился. Долгая процедура. И Господь сказал, иди покажись. Дальше, в другом месте, в 17 главе этого же Евангелия, написано о десяти прокаженных, которые не имели права войти. Они где-то за станом жили. И когда Иисус проходил, за ним толпа шла, и они узнали, что это тот самый, о котором они слышали, как люди, ищущие хорошего врача. Они стояли вдали по закону того времени. Не меньше опять 50 метров надо, чтобы и стоять, и кричать. Нечист, нечист. Но эти люди кричали. Иисус, наставник, спаси нас! Господь постановился, посмотрел. Идите, покажите священнику. Ему достаточно было сказать слово. Он мог и прикоснуться. Мы много читаем, когда Господь прикасался, когда Господь делал какие-то мероприятия, а иногда просто говорил, прощаются тебе грехи твои. Грех! Вот, что делает человека уродливым. Вот, что делает человека прокаженным духовно. Вот, что уводит от Бога в погибель. А Господь прощает грехи. Господь исцеляет болезни. Господь восстанавливает, утешает, ободряет. И, как братья уже свидетельствовали, конец, награда всему жизнь вечная. Пусть Господь благословит и поможет нам всем, друзья мои, чтобы мы искали лица Его, чтобы мы не надеялись на что-то человеческое. Да, и это надо. Помощь нужна нам. Но, более всего, нам поможет Господь Иисус Христос. Слава Ему!